снова знакомый пейзаж мы опять в центре пинска на его знаменитой пине ну и третий раз мы пытаемся разловить реку с той первой рыбалки на котором я снял видео про мере дна прошло около месяца то была середина марта один раз после этого я ловил конце марта мы сейчас вот середина апреля за месяц почти ничего не изменилось стояла довольно такая холодная погода водичка в реке поднялась где-то на метр даже больше сидела тогда намного ниже стала речка пошире поглубже еще пересмотрев много раз то вот первое видео про мере дна я понял что сильно счет у меня гуляет то есть я забрасываю начинаю считать на какой счет упадет грузик на дно и я понял что то быстрее я считаю то немножко медленнее поэтому сейчас я тоже буду мерять дно но сейчас мне будет помогать мой секундомер на руке обычные часы ношу на левой руке мне так удобно но вот мне будет неудобно в то же время нажимать кнопочки так как правая рука будет занята поэтому часы я перевесил на правую руку значит грузик коснулся воды я нажал на секундомер когда удилище отыграло грузик коснулся дна я еще раз нажал и у меня точное время 0 41 погрешность конечно тоже будет несколько сотых секунд 1 2 3 можно несколько забросов сделать в одну точку допустим 3 посчитать то погрешность и немножечко нивелировать что дальше делаем еще пару оборотов раз-два пускай будет метр мы отступим посмотрим куда дальше идет наша бровка или прямо пошла то ли еще глубже значит циферка 0 41 4 секунды 1 сотая сбрасываем грузик 40 грамм пускай метр в секунду опять-таки раз еще дольше почти также 0 39 значит ровно и да значит мне назад надо вернуться на метр посмотреть слишком близкое пришел сбросили настройки огнули на несколько оборотов вперед рост раз-два-три-четыре-пять 0 31 намного мельче значит подымается где-то там проверим сразу камушки сейчас уже сложно объяснить что я делаю туда-сюда гуляю тут уже должен сам каждый для себя понять я ищу 38 вот она максимальная наша глубина плывут уже первые байдарочники мои друзья с ними я не враждую получается у нас тренироваться вместе поводок у меня будет тонким и тут такой вот интересный момент я все еще в поиске не нравится мне работа не нравится мне работа инлайна с отводом ну есть пока что у меня проблемы хотя им ловлю уже около двух лет ищу пытаюсь усовершенствовать его как-то ну может для себя понять и вот у меня шок лидер стоит 0 23 затем я хочу поставить поводок 0 1 или тоньше и получается тонкий поводок 0 1 плюс леска 0 23 переход довольно грубый получается и путается оснастка поводок сразу умирает поэтому я делаю вставку из средней по толщине лески 0 23 0 18 потом 0 1 и она мне будет придавать немножечко вот в качестве отвода будет работать на крючок пиночка чуть-чуть парика мотылика в прикормку но парик не успел играть нужно его быстро бросить сбросить раз опс проблемки у меня сейчас будут экстремальное экстремальное отопление лески поехали начинаем ловлю начинаем без закорма поэтому долго не засиживаемся и буквально темп минута полторы и перезаброс перебрасываем померила температуру воды что-то очень туго идет может рыба села 10 градусов она была 8, 6, 6, 8 теперь 10 ничего себе что-то повисло у меня без поклевки вот она густерка первая первый заброс, первая рыба вообще без поклевки приятно ловлю довольно толстый презентованный плетенкой салма визуально она явно толще моего шок-лидера 0, 23 что интересно в ней что она очень быстро тонет ну и вот за этих несколько рыбалок я убедился как бы что можно нормально ловить на толстую плетенку надежная когда она потолще под клипсой не рвется меньше путается летит конечно хреново может быть но вот даже ловила на дистанции 50 метров все нормально ветром сильно выдувало вот на предыдущей рыбалке но немножко если подкорректировать заброс то нормально скушала моего мотылика я даже не видел здорово я звук пишу пытаюсь хоть что-то заснять давай на той неделе ходили смирились с дипером там, 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 там вон сразу ну и как? знаю знаю как глубина знаю знаю как глубина там есть ого а что впадает? Но, наверное... О, хорошенькая. После того, как раскопали, какое-то время должно пройти, чтобы рыба зашла в эти ямы, потому что сразу она... Хотя бывало, я ловил прямо с-под земснарядов. Он копает, и рыба там прямо жирует, стоит. Кстати, вот, когда плыла банда, мы тоже, чтобы показать, стояли мерами, и нам уже говорил, что рыба поднимается. Мы тоже зашвырнули, проверили. Вот скорость, когда она проплыла, ну понятно, что, или это ее там этими витрами выдавливает, или ей там мусс такая подавается, не нравится. Ну реально, она поднялась, или это в толще дуставалось. Нифига себе! О, поклевка! Я думал, вот предыдущей рыбалке перекармливал, может так едаешь этот корм, она быстро наедается. Ну вот сейчас я... Сейчас... Пару кормушек всего лишь не могла она. Ее, значит, не так уж много. Ну вот, клюнула. Такая интересная, не мелкая прижимает. Хорошая. Интересно, что вот густера, плотва, подлещика, ну вообще нету. О, съела вообще как-то точно глубоко. После нескольких рыбалок с тонкими поводками, вот даже поводок 0.1 кажется таким грубым. Хочется поставить даже тоньше. Но вот с такой ракушкой, с такой бровкой серьезной, с более тонкими поводками будет еще сложнее работать. Ветер все сильнее и сильнее становится. Я вот сижу и все думаю, что мне делать дальше, как мне все-таки эту рыбу начать ловить стабильней. Ну и вот закрадывается мысль оставить эту точку пока что, пусть она отдохнет. Питок рыб туда подловил и быстренько найти. Даже можно не искать 10 оборотов и я окажусь уже, выйду из этой ямы на пологом дне, перед свалом глубину. Глубином где-то 3 метра. Сильная ракушка ее попробует там. Может рыбка вышла из ямы, где более илистая, но и стоит на ракушечнике. Сейчас этим и займемся. Если и там рыбка будет капризничать, тогда уже придется делать с длины тонкий поводок и пытаться ловить ее на падении. Там нужно счет, короткий какой-то счет, но дальше соображать. Что-то, что-то я тяну, это что-то страшное. Вот это класс! Это у нас бычок под каменщик. Довольно быстро закончилась моя рыбалка сегодня. Два с половиной часика я всего лишь отловил. Вот выгоняет меня ураганный ветер с водоема. Два раза я возвращался на ближнюю дистанцию. Два раза раскармливал дальнюю. Но вот в итоге дальник у меня полностью выключился. Может быть из-за того, что я перестал попадать в точку. Ветер выдувал сильную дугу. Хоть и кормушка пуля долетала. Ближняя точка так и рыбкой не проснулась на ней. Один только под каменщик и все. Такой вот тины какой-то нанесло на мой садок страшный. И тут всего лишь четыре густерки в моем активе на сегодня. Не везет мне с погодой этой весной. Просто какое-то заклятие. Пятнадцатая рыбалка где-то. Коту под хвост. Пятнадцатая рыбальня